Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я делал скринкаст о том, что такое АПНГ. Ссылка в описании. Там я прошелся по касательной по ESGIF сервису для создания, собственно, GIF и АПНГ и понял, что ему нужно посвятить отдельный скринкаст АТОИ-2. Наверняка в вашей жизни было такое, что вам понравился какой-то момент в фильме, вы подумали сделать бы себе GIF-ку с этим отрезком, но возникает вопрос как? А у меня на это возникает ответ просто. Собственно, с помощью ESGIF это и делается и сегодня я расскажу как именно это делается. Заходим на ESGIF, открываем видео to GIF, нажимаем выбор файла, загрузить. ESGIF понимает все ходовые форматы видео, единственное ограничение – максимальный вес файла не должен превышать 100 мегабайт. Это минус онлайн-конвертера, но что вы хотите за такие деньги? Напомню, ESGIF бесплатный конвертер. Так, видео загрузилось, здесь можно выставить с какой секунды видео мы хотим начать нашу GIF-ку и какой закончить. То есть если у вас видео до 100 мегабайт, здесь вы можете выбрать из него любой кусок. Что делать, если видео больше 100 мегабайт, расскажу позже. Следующий этап – можно изменить размер получившегося GIF. Я оставлю оригинал, так как это может повлиять на качество. Дальше выбираем, сколько у нашей GIF-ки будет кадров в секунду, то есть фреймрейт. Тут на выбор дается от 5 до 25 кадров. Напомню, что видео воспринимается плавно без рывков, начиная от 24 кадров в секунду. Соответственно, плавность и длительность нашей GIF-ки напрямую зависит от этого параметра. В ESGIF есть ограничение. При 25 кадрах в секунду GIF-ка не может быть длиннее 10 секунд. То есть если нам нужна 20-ти секундная GIF-ка, то фреймрейт нужно делить на 2 – 12,5 кадров в секунду. Но это уже будет не так плавно. Потом покажу, как это ограничение обойти. А мы поставим 10 кадров в секунду. Это не так плавно, но почти незаметно. Метод конвертирования в большинстве случаев лучше не трогать. Все, конвертируем. Получилась GIF-ка 50 кадров, то есть 5 секунд при 10 кадрах в секунду. Также тут есть функция обрезки видео еще до создания GIF. Переходим во вкладку CUT. Тут длительность видео посекундно. Ставим время, к примеру, с 90 до 110 секунды и в итоге получаем 20-ти секундный фрагмент, который мы можем сразу перевести в GIF. Либо в альтернативные форматы типа APNG или WebP. Самое сложное здесь, конечно, понять, как взаимодействуют фреймрейт и длина видео. На самом деле просто. Длина видео – это одно, а фреймрейт – другое. Чем ниже фреймрейт, тем меньше объем гифки, но видео может быть не таким плавным. И все-таки если вам нужно соблюсти изначальный фреймрейт, то сначала его нужно узнать. И узнать это можно здесь. Вот наше видео – это 24 кадра в секунду. Вот это видео – 30 кадров в секунду. Теперь о небольшой хитрости. Напрямую из видео мы можем сделать только гифку в 10 секунд при 25 кадрах в секунду. А вот если разложить видео на кадры и потом собрать заново, то это ограничение можно обойти. Вот у меня 15-ти секундное видео при 25 фпс, разложенное на кадры, то есть 375 кадров. Заходим в GIF Maker, загружаем их туда, а загрузить их можно до 2000, а это на секундочку – 80 секунд видео. Задержку ставим 4 миллисекунды, так как у нас 25 кадров в секунду. И получаем гифку длиной в 15 секунд с фпс 25. Теперь о том, что делать, если видео больше 100 мегабайт. Например, полнометражный фильм и вы хотите из него вырезать гиф. Тут достаточно просто. Нужно сначала вырезать фрагмент из фильма другой программой. Например, DaVinci или ShotCut, а потом вставить ESGIF. Но если вы не пользуетесь монтажными программами, а времени на освоение нет, то можно воспользоваться, например, Windows. В меню пуск находим фотографии. Справа в верхнем углу жмем кнопку импорт, находим наше видео. Правая кнопка мыши и изменить создать. Выбираем функцию усечь, настраиваем момент, который нам нужен и сохраняем копию. Видео автоматически сохраняется в папку изображения. Далее спокойно конвертируем его в гиф, либо второй в ряд. Открываем видео через кино и ТВ. Это также в меню пуск. Либо как у меня автоматически, так как я не менял приоритет на проигрыватель. В правом нижнем углу жмем на ручку редактировать, во всплывающем окне на обрезать и по аналогии с фотографией ползунками выделяем тот момент, который нам нужен и нажимаем сохранить как. Кстати, если переводить видео в АПНГ, то там вариантов с количеством кадров намного меньше. Кроме создания гиф из видео реже, но все же иногда может понадобиться создать гифку из набора картинок. Например, вот такой вариант. Берем картинку, заходим в обрезку, ставим размер, который нам нужно. Далее заходим в Resize, выставляем размер картинки изначальной. Сохраняем и так несколько раз. Чем больше кадров вы сделаете, тем плавнее будет картинка. Заходим в GIF Maker, выставляем наши картинки в правильной последовательности. Ставим задержку, например, в 50 миллисекунд. Получается, что в секунду проходит только два кадра из четырех наличествующих. А теперь 20 миллисекунд и мы видим, что гифка ускорилась, так как за секунду мы видим ее всю. Ну а что касается других настроек есть гиф, об этом я подробно расскажу в следующем видео. Вроде программа простая и все в ней просто, но уж раз взялись за создание гиф, лучше сделать все от начала до конца и забыть. Все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok